О международном круизном сообщении по Черному морю говорили давно и как раз на этом форуме мэры заинтересованных городов должны были подписать договор о сотрудничестве. Во время двусторонних обсуждений оказалось, что политики договорились, а вот бизнес, который в принципе и будет осуществлять эти круизные перевозки, не в полной мере нашел между собой точки соприкосновения. Во-первых, необходимо определить, какие компании будут осуществлять те самые перевозки. Не в полной мере оказалась проработана и досуговая программа туристов. К примеру, что сочинцам, которые поют в Турцию, будут показывать, какие портовые города готовы к приему гостей из России, кто их будет там встречать, сопровождать, кто обеспечивает безопасность, где будут кормить и так далее. Мы создали сейчас две рабочие группы. Одна рабочая группа – это рабочая группа туроператоров Сочи, России, Турции, Болгарии. Скорее всего, к нам подключатся еще и туроператоры Грузии. И вторая рабочая группа, которая должна появиться – это рабочая группа руководителей морских портов. И договорились мы о том, что встречу, как только будут готовы выводы рабочих групп, мы проведем в Стамбуле. Эта встреча запланирована на начало следующего года. Если все пойдет так, как договорились мэрии про черноморских городов, то уже летом первые туристы смогут приобрести на круиз-билеты. Но круизные перевозки – это игра не в одни ворота. Турецкие туристы в Сочи тоже будут приезжать. «Этот вопрос уже обсуждался с турецкими туроператорами. Интерес со стороны жителей моего государства к Сочи есть. Курорт известный. Олимпийские объекты, туристический комплекс, Красная Поляна, лечебные источники – все это интересует жителей Турции. И хочу подчеркнуть, что и Турция – интересная страна для жителей России. Наши древние города, тот же Шоппинг, сейчас достраивается новый порт в Стамбуле. Это будет ультрасовременный торгово-деловой комплекс. Одним словом, круиз мы прорабатываем так, чтобы это было выгодно и интересно всем сторонам». Еще осталось добавить, что в следующем году откроются круизные сообщения между Сочи и Стамбулом. Как отметили на встрече, нужно начать с малого, посмотреть в деле проект, сделать выводы, а потом уже переходить к полноценному круизу между всеми туристическими центрами Черного моря.